здравствуйте сегодня будем делать торт на ребенка нужно покрестить я решила испечь торт своими руками для этого я испекла три коржа бисквита как бисквитное тесто делать у меня есть ролик а сейчас я буду показывать как я буду его собирать чтобы был красивый торт вот приобрела такой подносик из этих трех коржей сейчас я вам покажу как я сформирую торт и как я его украшу и чем намажу каким кремом чтобы было просто легко и очень вкусно бисквитное тесто будет ссылочка вверху как я делала каждый корж я пекла из 9 яиц 9 яиц стакан сахара стакан муки немного ванильки после того как я разрезала каждый корж бисквитного теста пополам я буду складывать на поднос таким образом конечно два кусочка рядышком у меня не поместится придется разрезать пополам и чтобы он был выше сейчас это все устроим на ваших глазах вот такого размера будет мой торт плюс крем плюс всякие сладости так приступим я примерила как будет стоять мой торт а теперь нужно намазать кремом и уложить каждый корж на корж и положить на каждый корж в прослойку крем я придумала делать из десерта дольче с шоколадом просто размешиваем и намазываем тортик будет очень вкусно хорошо нужно вымешать коржи снимаем и каждый по очереди устанавливаем сверху вот так ровненько и смазываем первый корж кремом я взяла с шоколадом так как будет немножко отличаться вкус просто можно смазать сметанным кремом масляным кремом это уже на любителя я решила смазать дольче десертом можно любим другим десертом если кто-то любит мокренький тортик можно нижний слой смазать йогуртом тоже будет очень вкусно мне надо сейчас более сухой тортик прослойку я буду делать дольки ананаса выложу и бананчик первый слой вот я порезала миленько банан и укладываем бананчик таким образом чтобы весь наш торт при разрезе был со вкусом банана Немножко тонковато порезаем после того как я выложила банан будем вкладывать следующий коржик вот таким образом бананы сверху смазывать не нужно поближе чтобы не было пропусков и мажем десертом первый слой я намазала хорошо интенсивно чтобы он пропитался следующий слой можно поменьше сейчас будем выкладывать ананасики немножко не хватило берем следующую баночку это десерт со вкусом клубники и шоколада тоже его перемешиваем смазываем желательно торт делать с вечера чтобы он за ночь напитался на утро можно кушать или утром на вечер кому как удобно ананасики мы выкладываем кружочки возле кружочков таким образом при разрезе каждому будет ананас на кусочки с баночки немножко не хватило ананасы я выложила сверху кремом не нужно ничего делать теперь берем маленький корж был с этой стороны теперь ставим с этой стороны для того чтобы наш тортик не разъехался а большой с этой стороны смазываем кремом и сверху будем выкладывать бананчики а украшение у нас будет очень интересное верхний слой можно и верх торта сделать шоколадным будет очень красиво посыпать там шоколадом печеньком косовой строжечкой но в данном случае мне нужен верх торта белого цвета так как это у нас праздничный торт так и опять выкладываем бананчики в каком порядке я положу бананы это уже не играет можно поперек можно вдоль так наверное даже будет интереснее знаете почему потому что край торта приподнимется немного и не будут опускаться уголки в эту сторону советую делать так как предлагаю я а затем серединку накладываем хаотично никто это видеть не будет только будут ощущать вкусовые качества бананчик бананчик у меня рвется в руках он такой спелый что его можно просто весь положить в рот и никуда не выкладывать и забыли что он здесь когда-то был но мы серьезные люди мы с вами делаем торт поэтому будем воздерживать и выкладывать бананчики один за другим здесь приклеился ладно пусть будет двойной еще немножко еще немножко и последний корж мы переворачиваем вот таким образом и этот тоже переворачиваем и накрываем немножко можно прижать теперь мне нужно сделать крем этим кремом я уже не буду намазать следующий крем я буду делать из сметаны сейчас я собью сметану с сахаром и добавлю загуститель к сметане и продолжим решила показать вам как я делаю сметанный крем я взяла домашних сливок 750 грамм высыпаю в мисочку они густые домашние жирность самая высокая посмотрите по густоте густая смета теперь беру миксер и мне нужно взбить эти сливки миксером на больших оборотах чтобы мы увеличились вдвое миксер зависит еще от миксера от скорости вращения на за какое время у нас добьется ваше сливки у меня не мощный миксер но взбивает тоже очень хорошо ну вот допустим хватит теперь я беру сахар в чашечку сахара и взбиваю с сахаром если мне нужен слабший торт я добавляю больше сахара меньше сладости меньше по вкусу сахар должен раствориться и добавлю немного ванилина я купила ванилин на развес очень качественный хороший запах у него и где то пол ложечки добавлю ванилина и все сливки сливки тьше густые и у меня очень хорошие даже загустители немного посмотрите палочки Vedanta сливки взбились теперь мне нужно добавить загуститель сметаны этот загуститель идет на пол литра одна пачечка теперь взбитые сливки я добавлю загуститель сметаны медленно всыпаем и продолжаем взбивать одна пачечка идет на 500 грамм сметаны у нас 750 можно добавить 2 пачечки или полторы сметана очень высокая может быть и не надо будет настоящий крем он у нас отделяется наш крем готов теперь приступим посмотрите какой он эластичный получается замечательный крем смотрите густой на ложке держится и не падает даже если бы я добавила второй пакетик с этого крема можно делать даже украшения розочки всякие но мне это в данном случае не нужно так берем наш тортик и начинаем хорошо его обмазывать сначала вверх торта обмажем можно конечно всякими инструментами всякие бывают продаются но у меня нету не столько ложка если они правильно делаю но я делаю в домашних условиях я не для продажи для своих любимых родственничков ложкой можно ножом выравнивать с покажу вот так продаются разные стамесочки затирочки главное нам что что вверх был ровненький четко намазан сначала нужно выложить крем и потом выравнивать такой густой хороший крем вот такой красивый огромный торт у меня получился в принципе можно посыпать орешками или просто вот так кокосовой стружкой и торт будет уже замечательно я размазала ножом как умею конечно хорошо профессионально не умею но как получилось теперь я буду украшать дальше я купила такое кружево вот эти марежево для украшения тортов это сделано из сахара кондитерская прекрасно ручная работа конечно это не ручная работа но торты вот украшают эти надо же когда-нибудь попробовать украсить тоже красиво тортик мне понравился и голубого цвета кружево сейчас будем его приклеивать так какой же стороной его вот так наверно к верху и бачок поможешь мне пожалуйста кружево по низу дать ну так же сюда вот так вот на бачка на вот так наверно и загибаем поправляем одно немножко сложно это все сделать желательно вдвоем но если захотеть и по кругу делаем ну на кремчик приклеивается замечательно если у вас торт не с кремом нужно сахарным сиропом смазать и приклеить кружево и приклеить кружево и с другой стороны берем такой же кружево сейчас сделаем ту сторону а можно низ поставить а тебе хватит удобче кружево ну здесь приклеено на пленку смотрите дочь моя решила еще такие столбики поделать по низу тоже ничего симпатичненько смотрится это мягкие зефиры до сейчас эту сторону кружево а не давай эту сторону помоги я сначала вверх вот так где-то опускаем опускаем пускай ну не ж ты опускаешь серединку вот так да и приклеим вот это мы делаем праздничный торт а это наверно разрежем пополам а где наши ножнички у меня держи ну не дешево 10 55 ну тут 5 а мы сверху можно до цвет наверно нужно по одной отдельно порезать посередине посредине там все равно столбики ты ту сторону и у нас совместное украшение торта мы не рассчитались у нас такой будет большой тортик можно было бы две такие ажурные ленточки купить ну очень красиво смотрится чуть-чуть надо было туда сдвинуть а вот это посмотрите как он преобразился сразу как елочки какие-то этот край нужно вытереть сначала я беру так пальцем и затем салфеточкой чтобы подносить был чистый показывай надо потому что там дырка ну что лучше кружева один так чтобы не спал там кремом туда вот и поставляю тут же кружева длинная кокосовую стружку и засыпем наш вверх все которые детали у нас неровности получились некрасиво мы сейчас украсим даже есть цветная кокосовая стружка но у нас беленькая здесь я должен охватить на весь тортик вот такими движениями вот эти все бачка с этих ажурных оно просто сцепится если оно попало случайно ничего страшного вот так да смотри хорошо белоснежный верх сделаем наверное еще одну надо открыть здесь у меня немножко не хватило ажурного ажурного ну я немножко кокосовую сейчас возьму еще один пакетик с вот этих мест где попало на кружево можно вот такой кисточкой смести уже не будем переворачивать вот такой тортик у нас получился продолжаем украшать дальше это я заполняю пустые места повторяю у нас торт будет для крещения поэтому это детский вариант теперь мы купили украшения вот такие продаются посмотрите наборчик для крещения ребеночек медвежонок обувь крестик сосочка и вот эти бусинки это все съедобное это все сделано из сахара сейчас я открою сейчас я открою и будем накрашать сначала мы откроем соску и выкладываем ее в уголочек вот здесь примерно чуть-чуть придавливаем теперь берем ребеночка каждый в отдельном кулечке посмотрите какое прелестное дитя особенно когда спит когда спит это замечательно посрединке да посрединке выкладываем тут соску а сюда мы поставим сосочку все разрезаем достаем сосочка вот такая даже есть метки для водички или молока вот таким образом теперь мы ставим обувь так как наше дитя босиком не должно быть каждый туфель отдельно бантики есть все у нас есть в уголочке поставим чуть-чуть прижмем и крестик ставим где ножнички делаем вот так открываем достаем на и на и вот так теперь из бусинок мы делаем цепочки берем серебристые бусинки и выкладываем в кружочек цепочки вот так наискосок ну все такими образом ни одна бусинка никуда упала я вам скажу это очень ювелирная работа но интересная из белого бусинок бисера этого я сделала как цепочку видите посмотрите сейчас вам покажу поближе ой тяжелый получился тортик смотрите цепочка получилась а теперь синие берем бусинки и украшаем дальше сейчас покажу синих много нам не надо вокруг медвежонка такие как звездочки делаем гребеночек вроде бы спит и звездочки по всему тортику так по чуть-чуть много не надо чтобы было не наляписто еще будем подписывать белым шоколадом там не надо еще немножко промазала где еще мы хотим ну это на любителя кто где хочет хотите больше хотите меньше может вокруг бутылочки еще ну торт в принципе получится очень красиво я хочу его взвесить интересный навес какой будет торт сейчас берем белый шоколад растопим где у нас в холодильнике и будем его подписывать вот я взяла плитку белого шоколада в данном случае миллениум поделю его в розрачную тарелочку кусочками и поставлю на пару минут в микроволновку и продолжим я растопила шоколад белый теперь беру стакан чашку ставлю кулечек и сюда наливаю растопленный шоколад это мне нужно подписать это с одной плитки столько шоколада получилось вообще мизер да теперь вот так закручиваем делаем как можно меньше дырочку и начинаем подписывать так будет видно или не будет сейчас подвину ближе тортик а как подписаться чем ножничками я думаю зубочистый может зубочистый зубочистый наверное ножницы не допустим немножко кулёк здоровянный горячий шоколад горячий шоколад сис еще не раст не остыли так над чем о получилось с крещением у буквы с шоколад застынет он будет очень красиво он уже застыл не хочет елки так рассчитывала у меня нету кондитерского мешка ну что могу сделать и нам не получается надо с выключением ой потекло давай другой кулёк потекло сильно на рот посмотрите как потекло значит дырку сделай сейчас будем брать другой кулёк я ж так подписать с такой скорости не смогу в жизни странно почему это издевательство надо мной сейчас возьму другой кулёк шоколадом подписать не получается мы решили другой вариант уложим бусинками так как нет кондитерского шприца будут у нас в звёздах вокруг торта мы обложили зенфиринками это готовые зефиры продаются в магазине наверное хватит остальные можно скушить это сахарное посмотрите какой замечательный торт он тяжелый у нас получился посмотрите сейчас взвесим сейчас его где наши весы вот на этих вот эти весы выдерживают только пять килограмм не наверное здесь больше а где наши весы не знаю сейчас они по нулям станут попробую попробую возьмут или нет интересно сколько он здесь ой зашкаливает килограмм наверное 7 они только выдерживают пять килограмм а здесь пишет ошибка намного тяжелее чем пять килограмм ничего сложного очень красиво замечательно всем приятного аппетита украшайте свои тортики таким же образом рецепт торта очень простой крем вы видели тоже простой всем доступным всего всем удачи всем пока удачи в в в Продолжение следует...